Всем привет! Здравствуйте! Мы с мамой сегодня пришли в музей Казмонавтики. Полная экскурсия будет на моем блогерском канале Жили Были. Здесь на рукодельном я вам показала фрагмент. Это вышивка супруги Юрия Алексеевича Гагарина Валентины. Сейчас поближе вам покажу. Это вышивка Глади. А это Мережка по краю идёт. У меня такой вопрос, наверное, необычный для вас. У меня на ютюбе вышивальный канал. И меня интересует вот эта вышивка. Вы можете о ней что-нибудь рассказать? Я же ребятам рассказывала уже сегодня, экскурсантам, что это для нас очень важный экспонат. Это часть от шторы. Это комплект штор, который был прислан Валентиной Ивановной Гагариной, когда мы открывали музей в 2001 году. И эти шторы мы прикрепили. Это межкомнатные шторы. И вот эта вышивка, даже по вышивке мы видим, что это вышивало ребёнок. Потому что Валя Горячева вместе со своей средней сестрой Таисией, они ходили в дом пионеров. Знаете, да? На улице Пионерской, где сейчас ЗАГС. А когда-то это был дворец пионеров. И вот они туда ходили. Хотя в семье Горячева очень люди, мама сама умела и шить, и вышивать, то есть рукодельницы. Но это веяние времени. И поэтому мы не могли на этой выставке, потому что часть выставки посвящена именно Валентине, и вот это создание семьи. Поэтому мы не могли не использовать этот экспонат, который находился в музее-квартире Гагарина. Спасибо. Мы говорим, музей-квартира закрыта, но музей работает. И вот то, что это же оттуда, из музея... Мам, а ещё другие же были работы, да, вышивки? Да, была вышивка на столе. Это квартира музея семьи Горячевых. Ну, то есть и его жены. Сейчас работает этот музей? И вот это одна из занавесок, которая... Нет, он закрыт, были собраны. Закрыт. А куда эти экспонаты делись? На ненахранение музея истории. В основном хранилища хранятся. А это вот сейчас данные экспозиции, вот это вот, это жилет. Ну, то есть их теперь посмотреть нельзя, да, другие экспонаты? Мы не успели, да, с тобой стоять в Дом-музей? Нет, я успела. Я тебе дам фотографии. Ну, я тогда, девочки, фотографии вам сейчас оставлю. Это вот работы Валентины. Да. И там ещё два платья, которая подарила уже этой квартире музей. Музей на реставрацию. Но когда отреставрируют, он же будет работать? Ну, должен. Здесь сохранятся экспонаты. Надеюсь, мы ещё сходим. Эти к тому времени экспонаты сохранятся. Но ничего, мы будем бороться за то, чтобы они сохранились. Да? Мы же борцы. С тобой за справедливость. Да, да. Работа первой. Музей на реставрацию. Да. Музей на реставрацию. Привет, девчонки. Мы с мамой пришли на народное гуляние по случаю праздника. Масленица. Сегодня будет влог. Такая сборная солянка. Фрагменты роликов, которые не вошли в основные видео. Но мне хочется вам интересное показать кое-что. Что происходит в нашем городе. Видео о празднике будет на моём канале Жили-были. А здесь смотрите, что я интересное нашла для рукодельниц. Посмотрите, какие игрушки. Смотрите, какие-то. Пикачу, что ли, какие-то. Пикачу, да. Пикачушки. Игрушки-пикачушки. Посмотрите, девочки. Это работы. Вязаные. Я сейчас узнаю, чьи это работы. И мы с вами познакомимся с мастерицей. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, что в Оренбурге рукодельницы собираются на тусовки? Ну, что-то слышала, да. Вы у нас с ней были. У меня ни разу не была. Да, но я сейчас вам координаты оставлю. Хорошо. Меня ваши игрушки заинтересовали. Можете подробнее показать для моих зрителей? Ну, у меня есть такие эксклюзивные, которые светятся. Светящиеся. Вот тут у них батарейку можно менять. Здесь кнопка. Вот светятся колеса. Ну, в темноте очень хорошо видно. Например, стиковиков им подсвечивали было. Есть вот такой вот робот. Он тоже светится. Вот здесь тоже батарейку можно менять. Нажимаете, у него глаза светятся. Ну, тоже в темноте нужно смотреть. Очень хорошо. И сколько стоит такая игрушка? Ну, эти подороже. Они тысячу больше стоят. Тысячу? Стоящие, да. Вот. Обычные подешевле. Конечно. Ну, по сравнению с другими городами, у нас в Оренбурге невысокие цены на игру. Ну, да, да. Я тоже не завышаю. Зачем? Мне надо, чтобы меня как бы обороты. Я почему заинтересовалась, у меня дочка вяжет. Бедушка из велюровой пряжи. Можно вот еще поближе посмотреть? Вот барашки покажите. Вот такие 200, смотрите. Вот эти, это мишки. Мишка. Да, плюшевый. Вот он плюшевый, да. Вот у меня дочка тоже вяжет. А вы схемы где берете? Я сама придумывала. Сама, да? Я из интернета, конечно, подглядываю, но я очень давно этим занимаюсь. Давайте я уже сама делюсь. Барашек вот какой интересный. Вашля, ясный. Видишь, какие красивые. Спасибо вам в интервью с праздником у вас. Я вам оставлю сейчас координат. Спасибо.